Доброго дня, уважаемые коллеги, зрители канала. С вами консультант решения Вернеров Сергей Маслёхин. Сегодня решил рассказать про возможность получения субсидии на разработку или доработку технологий производства современной продукции практически во всех отраслях промышленного производства. Сперва немножечко о технологиях. То есть многие, наверное, недопонимают, ну, скажем так, назначение слова не ОКР, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы. Часть их ОКР, опытно-конструкторские, ОТКР, опытно-технологические конструкторские или опытно-конструкторские технологические работы ОКТР. Собственно говоря, здесь в самом широком смысле понимается это. Если у вас импортозамещение, если у вас обратный инжиниринг, если у вас технологические новшества, да, то есть в принципе любая интеллектуальная деятельность, инжиниринговая, изобретательская. То есть мы, например, различаем два вида инноваций. Продуктовые и технологические. Продуктовые – это когда вы улучшаете какие-то качественные или количественные характеристики, изделия, которые вы разрабатываете или дорабатываете, да. То есть там какие-то проценты улучшения какой-то характеристики, функциональной, потребительской и других свойств, которые делают его отличным от продукции конкурентов, да. То есть от продукции, которая производится на территории Российской Федерации, или еще недавно импортировалась, да, и еще не производится в достаточном количестве, или, например, сведений об этом нет. Это продуктовые, да. Есть технологические инновации. Это когда вы используете улучшенный, относительно ваших конкурентов, способ производства. Ну, простой, скажем так, тупой пример, да. Ваш конкурент осуществляет ручную сборку, а вы механизированную или автоматизированную, да. Сотрудники слесаря конкурента работают отвертками простыми, да, вот, и рожковыми ключами. А вы оснастили ваше производство, ну, я не знаю, пневмопистолетами или там электрошуруповертами, или там каким-то особыми приспособлениями оснасткой, которые позволяют им собрать это более качественно, быстрее в единицу времени и так далее, да. Ну, это как бы примитивный такой вот подход, да. Вот, на самом деле, наверное, тема как бы глубже, да. Те, кто занимался организацией производства, понимают, что создание шаблонов, макетов, приспособлений, наборов деталей, инструментов, схем, разных, разного рода, там, ну, допустим, макетиков каких-нибудь, да, шаблончиков, по которым сборка или, там, не знаю, производство какой-то передел изделия получается гарантированно точным. Ну, я не знаю, какой пример привести. В детстве я ходил на УПК, да, и, соответственно, мы собирали жгуты проводов. Соответственно, чтобы не ошибиться в сборке жгута проводов, у нас был шаблон схема, что, допустим, красный провод у меня должен размещаться снизу, зеленый сверху, чтобы я не ошибся, да, и обозначение, то есть от, там, я не знаю, от крепежа 1, крокодильчика, да, до крокодильчика 2 я должен разместить сверху красный провод, да, синий-зеленый, таким образом у меня получается правильный жгут, который потом при сборке изделия гарантирует от ошибок при сборке, да, вот, соответственно, я его мотал и так далее. Вот такие вот приспособления, шаблончики, да, они помогают, что называется, в сборке, да, и, в принципе, при организации производства куча разных вещей, помогающих избежать брака, повысить качество производства и скорость сборки, да, я уже не говорю про скорость набора деталей, комплектующих на складе, автоматизация склада очень большое значение имеет, да, для скорости производства, вот, я уже не говорю про гибкие производственные линии, я уже не говорю про перемещение заготовок деталей, комплектующих между постами сборки, да, то есть там очень много, на самом деле, технологических новшеств, это сейчас не является как бы предметом, да, разбора, вот, то есть это, безусловно, технологи, и те, кто занимается организацией производства, лучше меня это знают, потому что они видели кучу разных производств, да, а я какое-то ограниченное количество производства изучал, в принципе. Так вот, если у вас продуктовая инновация, еще раз скажу, которая на улучшение каких-то потребительских, функциональных и других свойств характеристик изделия, или технологическая инновация, когда вы собираетесь делать лучше, быстрее, качественнее, принципиально, допустим, там, по-другому, да, то, в принципе, государство может поддержать вас субсидией, да, если ваша технология действительно современная относительно, скажем так, большинства конкурентов, например, да, или ваш продукт современнее, а это оценивает специальная межведомственная комиссия, то вашу технологию могут признать современной и просубсидировать ваши будущие затраты на доработку, разработку этой технологии и одновременно на доработку вашего, как бы, изделия, да, то есть продуктом вот этих ОКРов и ОКТР опытно-конструкторских работ или опытно-конструкторско-технологических работ будут комплекты конструкторской документации согласно ГОСТу ЕСКД и комплекты технологической документации согласно ГОСТу ЕСТД, да, то есть, ну, про технологическую документацию не буду я тоже подробно рассказывать, ну, что это может быть? Это могут быть словесные описания действий работника на данном участке. Откуда что взять, как что закрепить, как и чего. То есть некая инструкция, скажем так. Допустим, слесаря-сборщика или другого рабочего. Это может быть маршрутная карта. То есть как должны детали заготовки двигаться по стадиям производственных переделов, по стадиям технологического процесса. Как должны двигаться комплектующие, откуда что заходит. Ну вот некая такая карта. Это технологическая документация. Про конструкцию тоже только два слова скажу. То есть это некие цифровые 3D-модели, например. Они обездают чертежи в электронном виде, например. А также пояснение. В принципе, ГОСТы достаточно четко, утвержденные Росстандартом, описывают всю эту ситуацию. Так вот, возвращаясь к предмету нашего разговора. Если у вас такая технологическая инновация есть или продуктовая, смело обращайтесь в Минпромторг. Минпромторг принимает заявки на включение в этот самый реестр или перечень современных технологий. Он перед вами на экране. Я сейчас по нему пройдусь кратко. Не буду комментировать каждую технологию. Это будет долго. Вы сможете посмотреть на экране. И по тому же этот реестр публичный. Если у вас возникнут какие-то вопросы, можете обращаться к нашим экспертам. Мы вам растолкуем, что здесь требуется делать, как подать эту заявку. Понятно, что в этом реестре публичным является только название темы, срок, в течение которого собирается достичь, размер субсидий, который испрашивается, и объем продаж инновационной продукции, которые вы гарантируете реализовать в течение разумного вот этого самого срока. Вот обратите внимание, вот этот срок, это срок самих неокров, точнее окров и ОТКР, плюс годы выхода на проектную мощность, начало производства, реализации продукции. Ну и плюс интеллектуальная собственность, которая в дальнейшем будет вами, ну точнее, которая появится в ходе, которую вы защитите. Либо во внутреннем режиме сохранения производственных секретов, ноу-хау или коммерческой тайны, либо какую-то часть этих инноваций вы сделаете доступным для общественности, опубличите и оформите патент, например, на полезную модель или промышленную обратиться. Ну или может быть на изобретение или что-то в этом роде. Здесь не ограничивается. Так вот, соответственно, наши эксперты расскажут, как подать заявку, что скрывается за этой самой формой, как конкретно описать, какие акценты расставить, то есть какие тонкости, нюансы, там, естественно, тоже, ну, как бы не все так просто, но все решаемо, то есть все это обычные человеческие действия. Так вот, вы можете подать эту самую заявку на включение вашей технологии, которую вы опишите самостоятельно или, допустим, с помощью наших экспертов, без разницы, в этот самый реестр. Межведомственная комиссия, отраслевой департамент, Министерство промышленности и торговли. Вы сейчас увидите вот эти вот заголовки, например, нефтегазовое машиностроение. Это потому, что эти технологии разгруппированы и распределены по отраслевым департаментам. Естественно, в отраслевых департаментах специалисты по данному технологическому направлению будут свое, во-первых, мнение высказывать, а во-вторых, межведомственная комиссия, хотя бы сказать, правительственная комиссия, вот, она, межотделовская, межведомственная, скорее, да, она будет принимать окончательный вердикт. Достойна эта технология включения в реестр современных, то есть, на самом деле, очень сильно зависит от вашего обоснования. Вот, или нет. Соответственно, вот в разное время я видел даже несколько сотен технологий, которые включаются в реестр. Почему мы сейчас об этом говорим? Потому что это первый шаг, без которого получение субсидий будет невозможным. Если ваши технологии не в реестре, ну, естественно, субсидии по данному, там, постановлению 149 вам не дадут, да. Вот, а если в реестре, соответственно, вы можете уже участвовать в конкурсе на субсидию. Так вот, какие, собственно говоря, вот обратите внимание, да, по отраслевому приему заявок в реестр современных технологий с 8 по 15 октября. Времени мало, но, в принципе, как минимум раз в год, а сейчас получается два раза в год, такие конкурсы, такие приемы заявок на включение в реестр современных технологий, они проводятся. Поэтому обращайтесь, мы вас подготовим к очередному конкурсу по к очередному приему заявок, потому что все равно, я думаю, что месяц-два потратить на подготовку заявки придется. Вот, соответственно, мы имеем значительный опыт в этой сфере. И это, соответственно, даст возможность потом участвовать в конкурсах, подготовке на конкурс, на получение субсидий, да. Соответственно, опыт в этом тоже есть. Поэтому такая возможность есть. Пользуйтесь ей. Интересная тема. Хоть, в принципе, конкурсы закрыты, но, в принципе, вполне рабочие. И средства достаточно серьезные. Вы, наверное, увидели о том, что размер субсидий довольно серьезный, да. До 330, допустим, до 300 миллионов рублей на каждую технологию, да. В некоторых случаях там, как бы, бывает и больше, смотря, как вы обоснуете смету затрат на проведение НИОКРа. Также наши специалисты полезны в документальном обеспечении этих самых НИОКРов. Вообще, в принципе, в документообороте, не только НИОКР, да. Полезны в организации процесса НИОКР в компании и защиты производственных секретов в режиме ноу-хау или коммерческой тайны, в патентных поисках и патентных исследованиях, в оценке уровня технологической готовности, который тоже надо оказать, доказать, да, при входе в различные конкурсы на субсидирование НИОКР. Вот, умеем это делать, выдаем заключение о достигнутом уровне технологической готовности ТРЛ по ГОСТам, по обоим. Вот, соответственно, помогаем с технической документацией, если это требуется, да, помогаем описать и оценить жизненный цикл технологий, которые вы предполагаете, помогаем оценить стоимость, совокупную стоимость владения вашего покупателя, да, то есть изделие, которое предлагаем, там для некоторых стадий УГТ, начиная от пятерки, это требуется, да, от пятерки до девятки обосновать технологические преимущества и оценить эффективность и сравнимость с конкурентами по стоимости, совокупной стоимости владения на всей стадии жизненного цикла, да, помогаем обосновать перспективные современные технологии, горизонт ее использования, да, вот, консультируем по всем возникающим у инженеров, конструкторов, технологов, вопросам по документальному обеспечению, по финансовому обеспечению, по календарному плану, как сделать правильно смету, какие статьи затрат компенсируются в разных конкурсах по НИОКР, кто пытался читать эту конкурсную документацию, тоже такие достаточно серьезные талмуды, понимают, что статьи затрат и требования компенсации, части затрат по этим статьям различаются от разных конкурсов, вот, а поскольку мы обладаем кругозором практически по всем конкурсам, которые подразумевают субсидирование НИОКР от государства, да, соответственно, мы этой информацией владеем и можем подсказать, тот ли этот конкурс, тот ли конкурсный отбор, та ли это вообще, как бы, тема, на которую вы идете, а может быть, подскажем вам, какое-то другое будет для вас оптимальным, потому что наши эксперты могут, благодаря вот этому кругозору и опыту сопровождения во многих конкурсах, подсказать, какой для вас наиболее подходящий, да, конкурсный отбор, как подготовиться, какой трудный, какой нетрудный, какой открытый, который закрытый, который с доработкой документации, или тот, который не имеет возможности доработки документации, без права на ошибку, как говорится, да, соответственно, вот этот вот кругозор, вот этот опыт позволяет точно спозиционировать, чтобы сэкономить ваше время на участие в тех конкурсах, которые, например, для вас не совсем подходят, не оптимальны, или вы, например, не хотите играть именно в эти правила игры, да, то есть с государством. Вот, увы, в зависимости от того, в какой фонд, при каком министерстве, требования, жесткость документации, там, я не знаю, право на ошибку, разбег требований, люфт какой-то, да, естественно, сильно отличаются. Есть комфортный конкурс, есть некомфортный, все это мы разбираем с нашими клиентами на разовых консультациях, обращайтесь, с вами эксперт решения Верный РФ, правильных вам решений, вот, используйте государственный ресурс безболезненно, отчитывайтесь потом за него, да, то есть сохранить право на использование субсидий, налоговые льготы, гранты, тоже большая часть успеха, не только, что называется, получить и расслабиться, да, очень важно, чтобы потом не отозвали, чтобы соблюсти все ключевые показатели эффективности KPI, соблюсти все позиции календарного плана, скорректировать, если надо, потому что, ну, жизнь, что называется, очень динамично меняется, загадывать на пять лет достаточно сложно, соответственно, эксперты, которые умеют строить прогнозы на пять лет, тоже в этом помогают, да, наши эксперты, вот, это тоже является одной из слагаемых формул успеха, да. Всего доброго, с вами был консультант, решение Верный РФ.